Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте! Обратимся сейчас к 23 главе Евангелия от Матфея, куда при разделении в средние века евангельского текста на главы попали слова, обращенные Господом Иисусом уже к народу и к своим ученикам, после нескольких неудачных попыток фарисеев и судукеев его подловить и после того, как сам Господь дает им возможность открыть глаза и изумиться, услышать все-таки, прорваться через стену своих стереотипов и услышать то, что говорит Иисус. Вот после этого он обращается к народу и ученикам, к людям, которые, в общем, привыкли считать фарисеев весьма авторитетными людьми. Мало того, авторитетными в изучении и толковании закона, они ведь были еще и проповедниками и вели довольно обширную деятельность, помогая нуждающимся, и, в общем, в восприятии народа Божьего фарисеи были практически единственными, кому было хоть какое-то дело до простолюдинов. Аскеты и подвижники вроде есеев и кумранитов уходили спасаться в пустыню, хотя надо сказать, что есеи как раз очень даже тоже старались помогать нищим и бедным и сиротам в Израиле, не отрываясь от них, а по-настоящему учить народ, обязанность, которая, по закону вообще говоря, лежала на священниках. Вот этот труд взяли на себя почти только одни фарисеи, поэтому действительно люди часто очень уважали их, хотя и посмеивались над их показной набошностью. И вот Господь обращается к народу и говорит, что книжники и фарисеи сели на Моисеевом седалище, заняли то место, которое вообще говоря принадлежит самому закону, не Моисею, который давно умер и приложился к отцам своим, а к заповедям Моисея на этом месте должна быть Тора. А оказываются на нем фарисеи и книжники со своими толкованиями, те, кто учат народ, как кажется, пути перед Богом, но по сравнению с Моисеем оказываются слишком мелкотравчатыми, я бы сказал. И вот Господь говорит о том, что их миссионерская деятельность очень отравлена показухой. Они стараются, чтобы была видна в разных проявлениях их религиозность, там воскрыли одежду, хранили еще такие коробочки филактерии с цитатами священного писания, которые они привязывали на лоб и на руку, и так далее. Вот, они любят, чтобы за им вслед кричали «учитель, учитель» и всячески вот относились к ним как к большим авторитетам. И от этого, именно они от этого не дотягивают до уровня Моисея. Моисей говорил о правде Божьей, и, в общем, это был авторитет правды Божьей больше, чем Моисея. А вот эти вот разнообразные люди в основном думают о том, как они выглядят и как к ним будут относиться. Это первое, может быть, менее важное в этом фрагменте, но гораздо более важное вот, что Матфей помещает здесь слова, которые обращены к ученикам, и слова, которые, будем честны, довольно здорово нас с вами всех сегодня обличают, потому что Господь говорит, не называйте никого учителями, и не называйте никого отцами. У вас один учитель – Христос, один отец – Бог. Ну, и, в общем, нет нужды объяснять, что в нашей сегодняшней повседневной практике мы просто пренебрегаем этими словами Иисуса, как будто они никогда не были сказаны. Я не буду говорить, что я знаю, что с этим делать. Скорее, нет, чем да. Но, в общем, проблема существует. Господь говорит, не надо называться наставниками. У вас один наставник – Христос. И дело даже, в общем, не в словах в конечном итоге, потому что за ними стоит нечто более глубокое. Иисус предлагает своим ученикам каждому отвечать за себя в прямых личных взаимоотношениях с Богом. Ну, там, другой разговор, что мы часто нуждаемся в помощи на этом пути, в помощи друг друга. Да, конечно, но всё-таки нормой Иисус считает человека, который сам стоит перед Богом и находится с ним в диалоге, в личном, непосредственном, прямом. Настолько, насколько вообще мы как люди, как личности, доросли до такого диалога. И тоже нет нужды пояснять, что масштаба нашей личности далеко не сразу может вообще хватить. Может быть, и никогда не хватит для того, чтобы стоять перед Богом. Но всё-таки это норма. Это норма. И вот поэтому Господь говорит о том, что один у вас наставник – Христос. И мы призваны его слушать. Обратите внимание, что ещё больше, чем за полтысячи лет до вот этих событий, Бог через пророка Иеремию говорит о Новом Завете, уже не будут учить друг друга и брат-брата и говорить «познайте Господа», потому что все сами будут знать меня. Вот это та норма, к которой направлен Новый Завет. И вообще говоря, если мы к ней двигаться не хотим, то тем самым в каком-то смысле от Завета Нового отказываемся. И вот здесь Господь также говорит о том, что «больше из вас да будет вам слуга». Конечно, это тоже цитата из других евангельских фрагментов. Кто возвышает себя, унижен будет, кто унижает себя, возвысится ещё с Нагорной проповеди. Так или иначе Господь пытается неоднократно объяснить это ученикам. Тоже вещь чрезвычайно важная, потому что она даёт возможность нам сравнить себя с фарисеями, которые как раз себя возвышают. И тоже, в общем, довольно обличающее нас с вами слово. И практически вся оставшаяся часть главы, за исключением трёх последних стихов, содержит такое, в общем, довольно чётко структурированное обличение фарисеев и фарисейства, которое выстроено на словах Христа горе вам, книжники фарисеи лицемеры. Не факт, что фарисеи соглашались выслушивать это, хотя если и согласились, то, в общем, не надо удивляться тому, что они пришли в ярость. Господь говорит о тех вещах, которые сами фарисеи, в общем, считали своим достижением. Он говорит о том, что вы обставляете отношения с Богом таким количеством условий, что другим не даёте возможность войти в эти отношения, и сами в них не входите. Горе вам, книжники и фарисеи. Господь говорит о том, что вы пытаетесь обратить хотя бы кого-нибудь, обходите море и землю, чтобы обратить хотя бы одного, и вправду миссионерская деятельность фарисеев была развита чрезвычайно широко. Они очень даже ходили по всей Римской империи за её пределами тоже, и проповедовали веру в единого Бога. Но Господь говорит о том, что вы пытаетесь человека к Богу обратить, но делаете его пленником своих стереотипов и правил, не даёте ему самому встать перед Богом и найти свой путь. Делаете его сыном Гиенны, вдвое худшим вас. Господь говорит о том, что большинство фарисеев считают в законе по-настоящему важным, поэтому, говорит он, вы считаете важным выполнить всё до мелочей, даёте десятину смятой аниса и тмина, а забыли главное в законе – суд, милость и веру. Забыли, про что вообще-то говорит Тора, про что говорит закон Божий, потому что он дан не для того, чтобы мы отрегулировали мелкие подробности своей жизни, а для того, чтобы мы почувствовали, каково любящее сердце Бога. И вот Господь говорит, а вы устроили конкурс на знание мелочей, вместо того, чтобы воспользоваться этим путём, как путём к Богу. Вы очищаете внешне, очень заботитесь о том, как всё выглядит со стороны, в том числе со стороны Бога, а на самом деле Богу важно только то, что у вас внутри, а не то, насколько надраена чаша снаружи. Вы говорите о том, что вот мы такие прямо скрипоносные, и если бы были во дне отцов наших, вели бы себя не так, как они, но на самом деле говорит Господь, вы отвергаете самого Бога, то главное, ради чего Бог приходит в этот мир, и через Моисееву Тору, и через пророков, и, главное, через сына своего. Вот возможность этой личной свободной встречи для каждого человека, возможность найти Бога, нуждаясь в помощниках, но не нуждаясь в посредниках. Вот, может быть, я бы сказал, такой основной пафос того, что Христос говорит о фарисеях и их устной Торе. И, наконец, заканчивается эта глава обращением к Иерусалиму, очень скорбным и трагичным, в котором Господь говорит о Иерусалим, побивающий пророков, сколько раз я пытался собрать детей твоих, как птица собирает птенцов под крылья своим. Во-первых, это очень сильный образ Бога, который собирает детей Иерусалима, как птица птенцов под крылья. Мне кажется, он настолько сильный и ясный, что тут особенные толкования-то никакие не нужны. Далее, чрезвычайно важно для читателя, хотя это иногда проходит и незамеченным, то, что Христос говорит здесь «от лица Бога, я пытался собрать детей твоих». Ну, почти так же, собственно, как в Евангелии от Анны, он говорит «я и отец одно». Трудно сказать это более ясным образом. И Христос здесь, по-видимому, мы можем так понимать этот рассказ Матфея, говорит о том, что вся та многотрудная и скорбная для Бога работа, которая предшествовала смерти и воскресению Христа, начиная еще от призвания Авраамом, Моисея, пророков, все это совершается Христом, все это совершается Богом через Иисуса. По крайней мере, так устроена та фраза, которую мы здесь с вами читаем. И, наконец, дальше Господь говорит тоже чрезвычайно важную, хотя и пугающую вещь. Дело в том, что очень многие в народе Божьем в те времена все-таки думали, что ну ничего, храм стоит, как-то худо-бедно, по крайней мере, часть закона соблюдается. Ну, мы так еще не очень плохие. Да, народ богоносец, там Бог нас не оставит. Тоже еще со времен Иеремии, через которого Бог говорил, не думайте, говорит, что у нас тут храм Господень, поэтому будет все хорошо. Почти прямая аллюзия на Иеремию здесь в рассказе Матфея, потому что Христос говорит, вот, оставляется вам дом ваш пуст. Как во времена плена, слава Господня, покинула Иерусалимский храм. Кажется, что это невозможно, что у Бога нет выбора, у Бога нет другого народа, у Бога нет свободы. Покинуть или не покинуть? Нас, думают, в первую очередь, фарисеи, так сказать, никуда не денется. И вот Христос говорит, вот, оставляется вам дом ваш пуст, потому что в каком-то смысле Бог сделал свой ход в этой истории. Теперь дело за людьми, как мы откликнемся. Все, что, собственно, можно было человечеству сказать в Иисусе Бог уже сказал. И теперь ваш выбор. Вы не увидите меня, пока не скажете благословен грядущий во имя Господне, пока не благословите Иисуса, как того, кто действительно стал спасителем от Бога. Субтитры создавал DimaTorzok